Субботник в Адлере состоялся, несмотря на проливной дождь. Жители района привели в порядок дворы, улицы и даже памятники. В Сочи избавляется от мусора без спецзавода. С 1 марта изменена схема утилизации отходов. Стабильное электроснабжение, чистая вода, убранные улицы – все это их заслуга. В Сочи отметили лучших работников ЖКХ. Три дня гонок по разной погоде. И 15 сильнейших команд страны. В Сочи завершился финал зимней серии парусных гонок. На Кубани Новый главный спасатель. На должность руководителя краевого управления МЧС назначен Александр Тарарыкин. Губернатору его представил начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер. Кубань, по словам Вениамина Кондратьева, регион для спасательной службы непростой. Одна из первоочередных задач – подготовка к паводковому сезону. Не допустить какие-то природные явления мы не можем. Не отменим ни паводки, ни пожары, ни различные чрезвычайные ситуации. Но, по крайней мере, минимизировать последствия их. И, потому что, главное, избежать человеческих жертв. Уверен, что Александр Михайлович сможет приложить все свои умения. Я думаю, что Александр Михайлович справится. Он работал в коллективе, он проблемы эти знал, шел, развивался. Сегодня есть много желания. Есть, самое главное, есть желание, есть поддержка коллектива. До вступления в должность Александр Тарарыкин работал в Краевом управлении МЧС заместителем начальника, а потом исполнял обязанности руководителя. В Сочи в минувшую субботу, как и по всей стране, прошли митинги, посвященные трехлетию воссоединения Крыма с Россией. В этот день, три года назад, по итогам проведенного референдума, Крым вместе с Севастополем официально вошли в состав России. В этот день по всей стране проходили праздничные мероприятия, патриотические концерты, выставки, автопробеги, спортивные турниры. Вместе с севастопольцами и жителями полуострова были и сочинцы. Они собрались, несмотря на дождливую погоду, на площади у Южного Мола. Со сцены выступали ветераны, руководители общественных организаций, администрации города. Налицо духовное единение сочинцев, гостей курорта с крымчанами, с нашими соседями. Момент присоединения Крыма стал определенным рубежом, когда и друзья, и недруги особенно, убедились в том, что мы на самом деле сильная страна. Мы способны не только защитить себя, защитить своих соотечественников, но мы способны занять достойное место на политической карте мира. Поэтому люди это понимают. В недавно созданную по инициативе главы города Анатолия Пахомова Ассоциацию городов-курортов России вошли курорты Крыма. А уже в мае из Сочи будет ходить круизный лайнер в Севастополе обратно с заходом в морские порты Новороссийска и Ялты. Но наш город и города Крыма связывают не только туристические потоки. Например, между Сочи и Феодосией подписаны соглашения о сотрудничестве, а это укрепление деловых, культурных и общественных связей. Кроме того, Сочи готов делиться со своими соседями опытом работы в курортной сфере. А на митинге под названием «Мы вместе» пополнились ряды сочинских юноармейцев и юных друзей-пограничников. Клянусь, 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 честью нести звание юный разведчик, клянусь, 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 повязать галстуки. Мероприятие не случайно приурочили к важной дате трехлетию воссоединения Крыма с Россией. И дети, которые сегодня приняты в состав юных друзей-пограничника, это та ласточка, которая будет в дальнейшем строить политику нашего государства. Движение юных друзей-пограничника – это всероссийское. На сегодняшний день юных друзей-пограничников России около полумиллиона. В городе Сочи на сегодняшний день вошли с этих ребят 500 человек уже имеют эти галстуки. Среди них, начиная от Эста, Садка, школа и до Лазаревки. Создаются целые патриотические классы, объединенные этим движением. Например, в 13-й школе уже два класса друзей-пограничников. На очереди 100-я школа, 11-я и гимназия номер 5. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ливень не помешал и адлерцам. Субботник в районе состоялся. Несмотря на дождь, жители района объединились, чтобы привести в порядок свои дворы и улицы. Зима оставила свой грязный отпечаток на внешнем облике самого южного района Сочи. Теперь же наступило время очистить улицы от собравшегося мусора. Домкомы, представители управляющих компаний, сотрудники администрации, студенты и даже пожилые жители Адлера вышли на всекубанский субботник. Захломили дворы. Не убираются, не чистятся, не красятся. И вот поэтому этот субботник именно в рамках двухмесячника, который объявлен губернатором, заставляет нас сделать то, что мы обязаны делать практически каждый день. Это привести свои дворы в надлежащее состояние, в надлежащий порядок, для того, чтобы нашим отдыхающим, нашим жителям было жить в этом районе, городе, уютно и комфортно. Участники субботника не только собрали мусор, подмели улицы и очистили столбы и заборы от объявлений, но и привели в порядок памятники землякам-воинам. Отличилась в этот день и молодежь. Самые сложные участки ребята взяли на себя. Молодежь не только Адлерского района, но и города Сочи в целом готовы убирать и выходить на субботники, так как наш город встречает много людей с разных городов, и не только с городов, но и за границей. И мы хотим показать, что мы не только гостеприимные, но и также мы хотим показать, какой наш город чистый. Присоединились к активистам и спасателю Кубань-Спаса и работники Кубань-Энерго. Первые помогли обрезать ветки деревьев, вторые обновили внешний вид трансформаторных подстанций. В Сочи избавляется от мусора без спецзавода. С 1 марта изменена схема утилизации отходов. Конечная цель преобразований не только добиться идеальной чистоты в городе, но и понизить тарифы на вывоз мусора. Как САХ работает, не заезжая на мусоросортировочный завод, узнала наш корреспондент Татьяна Говоркова. Работа водителей мусоровозов и грузчиков на контейнерных площадках начинается с 6 утра. На линии по своим маршрутам из САХа выходят 70 машин. Каждая из них в среднем может собрать порядка 25 тонн мусора. С контейнерной площадки собирают все, кроме автомобильных покрышек. Вывоз шин – отдельная услуга, оплачивать которую должны и хозяева. Тем более, что в Орданей есть предприятие, готовое взять резину на утилизацию. В тариф не входит и строительный мусор. Спецавтохозяйство, согласно договору, занимается вывозом только твердых бытовых отходов. Тем не менее, чтобы очистить город, сотрудники предприятия и его грузят в мусоровозы. Каждый день у нас мусора много, работы много. Убираем 5-6 улиц, возим тонн по 15. Это сейчас вот. А летом будет от того и больше. Тонн 20, а то и больше. Вот так вот. Работы хватает. Ежедневно с городских улиц собирают порядка 500 тонн мусора, а привозят теперь его сюда, на площадку бывшего завода строительных материалов. С 1 марта мусоросортировочный завод исключен из системы утилизации отходов. Связано это с тем, что руководители завода на протяжении года не выполняли свои прямые обязательства по вывозу мусора. При этом тарифы за свои услуги сделали самыми высокими в регионе. Население деньги платило, а мусор скапливался. Как на транспортное, так и на этом месте. Еще в прошлом году местные арендаторы занимались здесь складированием твердых коммунальных отходов. Жители не знали, куда деваться от зловодного запаха. Ситуацию в свои руки взяли власти города, обратились в прокуратуру, которая, в свою очередь, передала дело в суд. Сейчас картина на площадке ЗСМа иная. Нет ни запаха, ни какой-то там стихийной кучи, как было там на транспортных. Мусор собран из города, это порядка 500 тонн, ежедневно собирается, складывается на вот эту площадку, на нашу, перегружается в большегрузные автомобили и вывозится на полигоны Краснодарского края. При этом основное требование – вывозиться ровно столько, сколько завезли в этот день. В Сочи действует генеральный план «Ноль отходов» и своих полигонов нет. Этого добивались жители несколько лет, поэтому весь мусор на Тонарах вывозится из города ночью. Кузов большегрузов накрывают специальной пленкой. Такая схема работы позволит со временем снизить тарифы на услуги САХА. Эта площадка временная. Уже к 1 мая будет объявлен конкурс по выбору единого регионального оператора. Он объединит Сочи, Туапсинский, Абширонский и Белореченский район. Кроме того, в этом году по федеральной программе, в которую Сочи вошел наряду с Казани и Подмосковьем, начнется строительство современного и экологически чистого мусорного комбината, у которого на верхнем этаже есть даже ресторан. Такие заводы стоят в центре Вены и Лондона. Где он расположится на курорте, пока точно неизвестно. С местом определятся с учетом мнения экологов и архитекторов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В третье воскресенье марта ежегодно отмечается День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. По случаю профессионального праздника в зале органа и камерной музыки состоялся торжественный прием сотрудников отрасли ЖКХ. Оторсель ЖКХ для города имеет первостепенное значение. Без эффективной работы коммунальщиков невозможно развитие курорта. Сегодня система жизнеобеспечения работает в Сочи без сбоя. Мне хотелось бы заверить жителей города, что мэрия города во главе с Анатолием Николаевичем работает таким образом, чтобы город был всегда чистым. Чтобы вся система жизнеобеспечения работала функционально, качественно, в штатном режиме, без сбоев. Лучших представителей отрасли ЖКХ и бытового обслуживания награждал первый заместитель главы города Мугдин Чермит. Несколько человек получили знаки почета за трудовые успехи на благо города Сочи. Среди награжденных начальник очистных сооружений канализации Адлерского района Юрий Моисеев. Он отметил, что благодаря зимним играм вся система очистки стучных вод была кардинально изменена. Благодаря Олимпиаде, которая прошла в нашем городе и тех средств, которые потратили на инфраструктуру города, в частности, на чистые сооружения Адлерского района, были потрачены очень большие деньги, применялись с самой современной технологией. И на сегодня там оборудование высочайшего класса, специалисты хорошие работают, которые приносят те самые плоды, чистую воду в море. Но после Олимпиады увеличилось и количество жителей. Прирост почти в 200 тысяч человек. А это значит максимально выросла и нагрузка на системы жизнеобеспечения. Тем не менее, везде порядок. Всего в городе насчитывается более 150 коммунальных предприятий. В них занято более 8 тысяч специалистов. Приглашенные были отмечены также грамотами и благодарственными письмами главы города, в их числе и сотрудник муниципальной бани. Парились и иностранцы, и итальянцы. Я так как знаю испанский язык, так что я могла общаться и предложить. Были у нас с Японией ребята тоже парились. Так что и чаем угощали, и веничек дарили. Стремительно модернизированная отрасль ЖКХ подарила курорту стабильное электроснабжение, чистую воду, убранные улицы. Все это заслуга каждого работника городских предприятий. В свой день они тоже получили подарок. Праздничное настроение творческих коллективов города. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФХТ. Не только поздравительные адреса и грамоты получили сотрудники Сочи-Водоканала. Накануне Дня работника ЖКХ в новое служебное здание переехали сотрудники цехов водоснабжения и канализования. На воселье сотрудники цехов службы водопровода и канализации отметили накануне профессионального праздника, который торжественно отпраздновали в Сочинском водоканале. Более 100 работников одной из основных ресурсоснабжающих организаций города получили благодарности и были награждены почетными грамотами от руководства предприятия, администрации курорта и городского собрания Сочи. Символично была перерезана красная лента, а руководителю цеха вручены ключи от нового здания. Спасибо большое. Просторные бытовки, столовая, душевые, помещения для сушки спецодежды. Специалистам бригад сети водопровода и канализации для работы и отдыха созданы отличные условия. Все соответствует вполне, красиво, симпатично. Практично, что немаловажно. Новое здание удобное тем, что расположено рядом с транспортной службой. Общая площадь помещений порядка 600 квадратных метров. Нам сейчас построили такое красивое здание. Заходим во дворец, просто во дворец. Я 25 лет работаю и никогда в жизни такого не видела. Это радость для людей, это сделать для того, чтобы люди шли на работу, как на праздник. И большая благодарность огромное руководству за то, что они притворяют жизнь своей мечты. В целом работы по обустройству нового помещения продолжались пять месяцев и проведены за счет средств предприятия «Сочи-Водоканал», для руководства которого главным остается выполнение основных задач. Бесперебойность, конечно же, бесперебойность услуг и повышение, ежедневное повышение качества услуг. Нам удается несколько лет подряд выдерживать снижение процента аварийности. Очень серьезные цифры. За последний год мы зафиксировали снижение на 20% по водоснабжению и почти на 30% по водоотведению. Это результат работы тех служб, которые мы сегодня поздравляли. В целом программы развития предприятия разработаны и закреплены в проектах «Сочи-Водоканала», которые здесь поэтапно успешно реализуют. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Название «Молодое имя Кубани» номинирован бывший сочинский энергетик, солдат Григорий Некрасов. Останки нашего земляка были обнаружены в Карелии поисковиками с Северодвинска при поддержке Кубани-Нерго. В прошлом году Некрасова перезахоронили на сочинском мемориале. Григорий Николаевич Некрасов в родной Сочи вернулся спустя 74 года. О доставке останков бойца домой позаботились сотрудники Кубани-Нерго. Вида призыва на фронт Некрасов был дизелистом горэлектростанции. Сегодня он удостоен не только почетного звания «Молодое имя города», но и номинирован на звание «Молодое имя Кубани». «Конечно, очень много сделали молодые сотрудники сочинских электросетей компании Кубани-Нерго, чтобы останки эти были доставлены в Сочи. Эта траурная церемония превратилась, стала общегородской. Пришло очень много людей, мы сами были тронуты до слез буквально. Конечно, очень приятно осознавать, что в нашей организации работал такой замечательный человек, один из сочинцев, который был призван на фронт и пал смертью краба». Тогда в 41-м из 70-тысячного Сочи на фронт ушло 20 тысяч человек, среди которых и был Григорий Некрасов. Сегодня среди ветеранов еще один сочинский энергетик Алексей Николаевич Николаев. Ему уже 95. «Я очень горжусь и очень мне повезло, во-первых, работать с такой хорошей организацией, как «Электросети», и с такими людьми, как погибших, обязательно таких людей нужно чествовать, нам нужно не забывать их, ну и равняться по нему и быть такими, как он был». Имя Григория Некрасова номинировали по итогам социологического опроса. Выдвинуть к кандидатуру красноармейца на звание «Молодое имя Кубани» решили сами молодые сочинцы. «Когда мы получили запрос о поиске его родственников, к сожалению, на первом этапе нам не удалось найти родственников, и мы очень благодарны сочинским электросетям, они активно подключились к поисковой работе, совместно выезжали в город Сыродвинск». Помимо бойца Некрасова и двух героев Советского Союза номинантами «Молодое имя Кубани» стали самые известные на сегодняшний день юные горожане. Елена Веснина, Данил Плужников. Юное дарование с уникальным голосом Гера Арестова, покорившая проект «Синяя птица». Танцор Евгений Смирнов и Елизавета Радченко – самая молодая учительница живописи. Свои дипломы ребята получили лично, а вот ушедших из жизни представляли близкие, родственники и коллеги. Памятный символ – «Молодое имя Кубани» был вручен представителям Кубанинерго. Такое решение организаторы приняли, учитывая большой вклад компании в увековечивание памяти о подвиге героя энергетика. Галина Моисеева, Инга Габеша, Дмитрий Даниловский, телекомпании в КТ. В Сочи подвели итоги ежегодной национальной премии «Спорт и Россия-2017». Лучшие компании были отмечены за поддержку спорта и здорового образа жизни. Премию вручают уже четвертый год подряд. Ну а перед тем, как раздать заветные кубки и дипломы, организаторы проводят форум, который становится деловой площадкой для ведущих российских и международных компаний. Расскажет Ольга Десятого. Спорт – бизнес инвестиций. Под таким названием в рамках крупнейшей национальной программы «Спорт и Россия-2017» в первый день ее работы в Сочи прошел масштабный форум. На одной площадке собрались ведущие российские и международные специалисты в области практической реализации спортивных проектов, инвестиций в спорт и спортивного маркетинга. Цель – развитие партнерства в области спорта и здорового образа жизни, обмен опытом и успешными практиками. Много говорили и о внедрении новых технологий в спорт, в том числе IT. «Одно из решений, которые мы продвигаем на рынке активно – это для автоматизации спортивных объектов. Нашими клиентами являются как малые тренажерные залы, так и крупные физкультурно-оздоровительные комплексы, так и федеральные сети фитнес-клубов. Кстати, крупные сети фитнес-клубов, добившиеся наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта, тоже приняли самое активное участие в форуме. Самое достижение, что мы выросли из реальной подвальной качалки площадью 100 квадратных метров до сети с количеством более 40 клубов. И каждый клуб сейчас у нас из бассейна больше 2-3 тысяч метров. Мы очень рады, что наконец-то мы попали сюда, что наконец-то мы можем заявить о себе, что нас заметили». Сеть клубов «Зебра» отметили в номинации «Лучшая фитнес-сеть в России». Более 70 компаний получили награды премии спорта «Россия-2017» в нескольких десятках номинаций. Это и лучшие информационные, спонсорские проекты, корпоративные, спортивно-социальные, лучшие проекты по разным видам спорта. Например, была отмечена довольно молодая Лига легенд мирового хоккея. «Финляндия, Швеция, Германия, Франция, Россия, Словакия и Швейцария объединились для того, чтобы проводить турнир ветеранов хоккея. Это члены сборных команд, которые выступали на самом высоком уровне. Олимпийские игры, чемпионаты мира по хоккею. И сегодня этот проект успешно развивается, идет второй сезон». Отметили и компании, которые активно продвигают предстоящий домашний чемпионат мира и Кубок конфедерации по футболу. «Наша компания является официальным спонсором чемпионата мира по футболу 2018, а также Кубка конфедерации, который пройдет в этом году в России, а именно с брендом «БАД». И мы, как спонсор, видим одну из ключевых задач для компании – популяризацию футбола и спорта в России. Одним из проектов, который помогает нам решить эту задачу, является проект «Галерея БАД». Каждый год этот крупный форум собирает все больше участников, отмечают организаторы. В следующий раз лидеры в области продвижения спорта соберутся уже на пятой юбилейной национальной премии «Спорт и Россия». Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи завершился финал зимней серии парусных гонок радио «Монте-Карло». Позади три дня гонок по разной погоде и старты 15 сильнейших команд страны. Последний день получился очень напряженным. Все началось утром сильного ветра и волны. Лидеры прошлых двух дней сразу сделали немало ошибок. К концу дня ситуация в лидирующей группе настолько осложнилась, что команда разделяли считанные очки. И сразу четыре коллектива боролись за золото. Это навигаторы Игоря Рытова, «Русатранс» Юрия Морозова, «Артьюб» Валерий Коваленко и «Яхт-клуб» Санкт-Петербурга во главе с Анной Басалкиной. «Ну да, мы сегодня начали совсем плохо. Тяжело у нас в прямом смысле, конечно, сдуло. Ветер сильный, нам не хватает явно веса. Буквально одного человека 60 килограмм добавить было бы хорошо». В последней гонке соревновались Морозов и Коваленко, а Рытов с Басалкиной ждали на берегу. Именно в этой гонке решалась судьба золота. «Русатранс» должен был быть первым, а «Артьюбу» надо было занять не ниже четвертого места, чтобы победить. В итоге подвиг удалось совершить только «Артьюбу». «В тот момент, когда подошел порыв, у нас стравился теклайн, плюс Виталик начал травить брас, чтобы снять нагрузку. Но получилось, что Генакир ушел только дальше от лодки, зацепил за воду, был брочинг довольно глубокий. Генакир пришлось убирать, но опять же, слава Богу, что справились». Сразу после финиша было подано несколько протестов. «По сегодняшнему дню было подано одно восстановление результата и три протеста. Все протесты и требования восстановить результат были отклонены». В итоге пятое место у питерской команды «Мелстон Тим». Четвертые – «Навигаторы». Третье место у «Рустотранс». Второй стала команда питерского яхт-клуба. Первое место у команды «Артьюб» из Таганрога. «Кажется, это прекрасно, что у такого большого количества спортсменов есть возможность тренироваться в России. И очень было приятно в течение этой зимы приезжать в Сочи и гоняться рядом с сильными гонщиками. Нам очень понравилось». Гонки в Сочи продолжатся совсем скоро. В пятницу стартует очередной сезон национальной парусной лиги. В Сочи и Гранд-Марине встретятся 28 самых сильных и звездных команд российских яхт-клубов. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи к предстоящему чемпионату Европы готовится сборная России по вольной борьбе. На базе спортивного комплекса Александра Карелина спортсмены проводят первый этап тренировок. Кстати, за их ходом наблюдает сам олимпийский чемпион, именем которого названа одна из лучших спортивных баз страны. В Сочи накануне стартовали сборы национальной команды по вольной борьбе. Здесь спортсмены готовятся к одному из главных стартов сезона – чемпионату Европы. В этом году он пройдет в начале мая в Сербии. Ну а уже через неделю к вольникам присоединятся и борцы греко-римского стиля. Они тоже готовятся к чемпионату Старого Света. Подавно уже сложившиеся традиции – сборы мужской и женской команды по вольной борьбе и тренировки классиков проходят в спортивном комплексе Александра Карелина. Еще одна традиция – трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, находит время в своем плотном графике и лично приветствует лучших борцов страны на одной из лучших спортивных баз. Уровень сервиса, уровень технических возможностей, уровень восстановительных процедур, уровень проживания находится на таком же высоком уровне, который заложен на государственных тренировочных центрах. Сегодня спортбаза отеля «Весна» – это стадионы, два зала, шесть ковров и четыре татами. Здесь проводят сборы борцы, тяжелоатлеты, гимнастки. И возможности для развития еще есть. Это строительство еще одной очереди с вместилищем для зрителей, с зрительскими трибунами, хотя бы там две тысячи, может быть больше. Все возможности есть, но нужна поддержка. Поддержка и календарем, поддержка в том числе, чтобы ребята могли, я имею в виду жители, те самые потенциальные участники тренировок, чтобы они пришли, посмотрели на своих сверстников и завтра приняли решение, они попробуют ли мне то же самое. На базе комплекса Карелина проводятся масштабные детские турниры, в том числе регионального уровня. Важно, что юные спортсмены имеют возможность учиться на примере чемпионов мира и Олимпийских игр. В любой момент, когда они зайдут в спортивный комплекс у меня Александр Карелин, то они встретят олимпийского победителя, они встретят чемпиона мира, они встретят Сашу, они встретят главных тренеров, которые также являются пятикратными, шестикратными чемпионом мира. Они будут с ними общаться, а это для них важно. Сегодня борьбой в Сочи уже занимается около тысячи ребят. Согласно договоренностям с тренерами сборных страны, они приглашают на тренировки лучших сочинских ребят и борцов со всего края. Юные спортсмены оттачивают приемы бок о бок с лучшими вольниками и классиками. А это лучшая мотивация для будущих побед. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.